Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии, 47 глава. Она тоже небольшая, как и предыдущая глава. И продолжается тема Вавилона. В 46 главе описывалось падение Вавилона. В 47-й пророк оплакивает Вавилон. Кстати, это единственное пророчество против народов, содержащееся во втором разделе Исаии. В первом разделе много пророчеств против народов, а вот во втором разделе только пророчество против Вавилона. Причем представленное в виде элегии, в виде погребального плача. Тот размер и тот жанр, который здесь используется, это всем известная кина. Кина, означающая погребальный, похоронный плач буквально. Для кины, для этого размера кина характерен ассиметричный ритм. Три ударных слога в первом полустише и два ударных слога во втором полустише. Вот такой размер называется кина. Есть размер кина, есть жанр кина. Вот здесь и жанр, и размер – это кина. Единственное во втором разделе книги Исаии – пророчество против идолопоклоннического народа. Итак, теперь перейдем к содержанию. Обращается Господь через своего пророка, обращается к Бавелю, к Вавилону. «Сойди и сядь на прах, девица дочь Бавеля», дочь Вавилона. В женском образе предстает Вавилон. Следует вспомнить, что все города и страны, и само слово «ир» на еврите женского рода. Поэтому так часто в еврейской Библии, в Танахе, именно женские образы, женские метафоры используются для описания судьбы того или иного города, того или иного народа. Это касается Иерусалима и языческих народов и городов. Так вот, здесь словно девица должна сесть во прах дочь Вавилона, то есть жителей Вавилона. «Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежную и роскошную. Столица, изнеженная, утопающая в роскоши столица, должна будет сесть в прах, потому что эту столицу захватят враги. Перс и Вавилоняня, по воле Божией, царь Кир Второй Великий. «Возьми жернова и мили муку, сними покрывало твое, подбери подол твой, открой голени, переходи через реки». Вброд переходи, для этого задери покрывало твое, платье твое. В начале стиха «возьми жернова и мили муку», то есть рабский труд, подневольный труд, то, чем ты никогда не занималась, жительница Вавилона, теперь займешься. Сама, оказавшись в плену, других захватывала в плен, теперь другие тебя захватят в плен, поработят и заставят. Приставят к жерновам и будешь пахать. «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого». Будет видно то, что у нее под подолом. Такой образ обесчищивания, срамоты, которые подвергнут будет Вавилон. Словно женщина обесчищенная, так враг персы поступят с Вавилоном, захватят его, разграбят. Ну и в прямом смысле всех женщин тоже захватят в плен и откроют их наготу. Вот такие начальные стихи 47 главы. А дальше исповедание веры Израиля. Пророк от имени всего народа исповедует веру израильского народа. «Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, Святой Израилев». Вот он здесь назван вновь искупителем, как уже не раз, потому что он выкупает, искупает, он Гоэль, искупитель, он искупает народ из рабства и вызволяет его из рабства, выкуп дает за него. Он здесь назван Господом воинств, Господь Саваоф. И имя ему Святой Израилев. Опять этот титул применяется – Кадош. Кадош, 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 Адунайцева. Святой Израилев. Он свят, он отделен, абсолютно трансцендентен, но вот он близок к Израилю. Он святой, не просто святой, а святой Израилев. Израиль призван к тому, чтобы святить имя Господне. Дальше, 4 стих был обращением к Израилю, а 5 стих вновь обращение к Вавилону. «Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожою царств». Вавилонский царь, называвший себя царем князей, царем царей, как когда-то ассирийский, должен осознать, кто истинный царь царей – это Господь Бог Израилев. Он повелевает царями, князьями по всей земле. И поэтому Вавилон, отождествляемая здесь женщиной с госпожой, не должна больше считать себя госпожою царств. Она больше не гверет. Здесь вот гверет, госпожа, через вот это самоименование себя госпожой над всеми царствами проявлялась гордыня Вавилона. Бог гордым противится. И поэтому с этой гордыней Господь поступит как следует с Вавилоном. Эта гордыня будет низложена. «Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое и предал их в руки Твои», обращается Господь к этой госпоже Вавилону. «А ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкая ига Твоя». Даже на стариков заставляли выполнять рабский труд в этом Вавилонском плену. Эта самая госпожа, эти самые господа Вавилоняне не проявили милосердия. Надо было не гордиться, вникнуть в происходящее событие. Если попустил Господь Бог Израилев, чтобы израильский народ оказался у тебя в плену, у Вавилона, то относись к ним милостиво. Господь Он милостивый, долготерпеливый, милосердный, многомилостивый. И если попущено тобой, то не твоей этой властью попущено, а попущением Божьим, его промыслом. «А ты, как должна относиться к пленному народу, с милостью, милостиво, не возлагать на стариков непомерные работы». Даже на стариков она возлагала. Это Гверет, это госпожа Вавилон. «А ты говорила, вечно буду госпожою». Вот она, гордыня Гверет. «А не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после». Не предполагали вавилоняне, что наступит конец их могуществу, и придут персы и захватят их столицу Вавилон. Как не предполагает ни одна империя на свете. Кто предполагал даже еще в 1990 году, что через год в 1991 Советскому Союзу Вечному, казалось бы, придет конец. Вот кто предполагал вавилоне, и, наверное, и царь вавилонский, и не думал, и не полагал, что его могуществу наступит конец. Так бывает всегда, со всеми империями так будет. Господь попускает империям возникать, и Господь полагает конец, когда наступает время, по его определенным им срокам. «Но ныне, да, выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце твоем, я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Когда приходит враг, захватывает город, убивает юношей, то женщина описывается вдовой, потерявшей детей. Город описывается в образе женщины, вдовы, потерявшей детей. Вот вавилон думал, что с ним, с ней, точнее, никогда это не случится. И вот это случилось, это произошло с этой госпожой вавилоном. «Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, совсем скоро, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейства их и на множество, на великую силу волшебств твоих». Для женщины, потерявшей детей, оставшейся без детей, существует в еврейской Библии, для внееврейском языке особый термин. Вот она и вдова, и женщина, потерявшая детей. «Несмотря на множество своих чародейств, волшебств, все это с Вавилоном произойдет», говорит пророк. Вавилон славился своими гадательными практиками, своим волшебством, чародейством, звездочетством также, астрологией и всеми остальными делами, которые строго запрещались израильскому народу, пророки запрещали, и божественный закон, данный Израилю, запрещал всем этим заниматься. Израильтяне видели в плену все эти чародейства, волшебство, звездочетство и прочие разные формы мантики, хиромантия и вот это вот гадание по звездам. Звездочеты, волхвы, все эти вавилонские, там все это процветало, как раз вся эта вавилонская мудрость. Дальше в следующем стихе эта мудрость подвергается критике. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, я и никто кроме меня». Вот эти волхвы, эти звездочеты, эти чародеи, они предсказывали вавилонскому царю, все нормально, давай, будешь царствовать вечно, царем царей будешь, царем всех князей. Вот, ввели в заблуждение, вот это псевдознание, эта псевдомудрость сбили с толку и волхвов вавилонских, и царя вавилонского, и всех жителей. «И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно подымется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». «Гибель империи всегда происходит внезапно, для этой самой империи, стремительно, так было со всеми империями, и будет, пока стоит мир, пока не наступит вечное царство Божие, непоколебимое и несокрушимое». Вот оно действительно непоколебимое и несокрушимое, будущее царство Божие, а все земные империи, которые строит человек, свои царства государства, рано или поздно им наступает конец, и внезапный конец, такой, как у Вавилона. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей, может быть, пособишь себе, может быть, устоишь?» Ирония звучит в этих словах. «Ты утомлена множеством советов твоих, один волх одно советует, другой звездочет другое, гадают. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, и вся эта твоя карта звездного неба не помогла тебе. Они, эти все звездочеты, волхвы, всемогущие волшебники, они, как солома пред Богом, пред его волей, эта воля проявляется через Кира II, «Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним». Горечь, мрак, холод, плена, в котором оказались сами вавилоняне, до этого так много захватывавшие других в плен вместе с их богатствами. «Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей». Богатая торговля здесь велась вавилонянами от юности твоей. Вот эта женщина, эта почтенная госпожа Гверет, сидящая в пыли, вавилон, описывается через этот образ, через эту метафору. Вот она богатая, очень роскошная, изнеженная, и вот теперь она плененная, потерявшая всю свою негу и роскошь. Она от юности вела торговлю со своими союзниками, с компаньонами, то есть торговала со всеми царствами земли, наверное, и с Египтом, может быть, и до Индии простиралась эта торговля, с персами, конечно, с Эламом и так далее, с хеттами, с той же самой Эфиопией, с совейцами, которые упоминались в предыдущей главе. Вот этот самый Вавилон, эта самая госпожа Вавилон, она теперь даже согреться не может, в предыдущем стихе говорилось. Вот те твои союзники, тем, с кем ты трудилась, те твои компаньоны по твоей торговле, с которыми ты вела торговлю от юности твоей, вот, они стали для тебя ненадежными, они, ты с ними не можешь больше иметь дел. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. Где твои союзники? Союзники появляются тогда, когда настоящие союзники с тем, по отношению к кому ты не являешься вассалом, настоящие союзники, коллеги, когда у тебя есть сила, когда у тебя есть какое-то могущество, вот, а иначе или ты вассал, или просто от тебя отворачиваются. Вот это самое произошло с Вавилоном, когда постигло их божественное наказание в виде персов, наказание за гордыню. И так происходит в истории с каждым народом, Бог гордым противится. Так заканчивается 47-я глава, глава, описывающая падение Вавилона, оплакивающая это самое падение асимметричным ритмом в жанре кина. Запись делается для библейского портала «Икзегет» и больше ни для кого.